Привет, друзья! Решил всё-таки записать видео про эту вилку. Это ашаноподобная, ну, в общем-то, по сути дела, ашанская в настоящее время. Конторка, МОЗа, встречается в виде, очень часто в виде подделок, но эта вилка конкретно 2003 года, то есть проектировалась она, судя по наклейке, в США, и такое вполне возможно, но как бюджетная именно. Вилка, как недорогая, как раз в те годы эти вилки продавались даже, как отдельные вилки, да. То есть это был ещё тот период, когда не сильно много было именно дорогих подвесок. Точнее, дорогие-то они были, но, скажем, общий технологический уровень подвесок был, ну, немножко уступал нынешнему, да, и производители находились в состоянии поиска того самого решения, которое будет достойно работать именно в велосипедах. Ну, конкретно это образец у нас достаточно удачный, они были из... Здесь именно идут магниевые штаны, массивные, то есть жёсткие, у них хорошая жёсткость на скручивание, то есть они именно, ну, неплохие. Дешёвые или недешёвые, ну, несоответствующего качества здесь пыльники, да, резина хорошая, но конструкция совершенно неэластичная, да, то есть здесь очень мало эластичных подвижных элементов. Отсутствует то самое пружинное колечко, которое сейчас можно встретить практически на всех вилках. И направляющие. Это две пластиковые трубочки вот такой вот высоты. То есть я их сейчас покрываю смазкой. Это ЦАТИМ-221Ф. Важно, F значит, что он со автора... С этим самым... Ну, по сути, со авторопластом. Если хотите по-модному, то с тефлоном. Там все знают, все слушают рекламу, кушают вот этот рекламный продукт и знают, там, любят смазку МС-1000, да, там, силиконовую вроде как. Силиконовая с тефлоном. Так вот, это, по сути, будет тефлоновая паста. Вот этот ЦАТИМ-221Ф. И в качестве именно антифрикционной смазки он будет лучше. Если, скажем, я не вдавался в подробности и не уточнял химический состав смазки, но кто-то из комментаторов моего канала написал о том, что 221Ф – это смазка на базе силиконового масла. Именно поэтому она менее гигроскопична, чем простой ЦАТИМ-221Ф, да, с кальциевым... С кальцинкой... Господи, с кальциевым мылом. И основной, всё-таки, антифрикционный материал здесь именно идёт тефлоновый порошок. Хорошую смазку без лишней рекламы. Купить очень тяжело именно вот эту ЦАТИМ-221Ф. Так, какая нога? Вот эта нога была. Да, здесь видно на пружинке такие, такое вот решение, одеты пластиковые направляющие. То есть, это для того, чтобы пружина внутри ноги не шумела и скользила получше, даже когда родная рыжая смазка умерла. Так, ну... На штангах, на каждый из штанг здесь идут отбойники, пружина здесь всего одна. То есть, в одну ногу ставится только. Особенность сборки вот этой вилки и, в принципе, всех Ашана вилок... Всех Ашана вилок... Это то, что для того, чтобы прикрутить штаны, придётся использовать длинный-длинный шестигранник. Они бывают на 5, на 6, на 4. Такое встречается в вилках МОЗа, ЗУМ, РСТ... Ну и прочим, Ашана мракобесий. Так, наверное, капельку масла не повредит. На ногу нанести, чтобы у нас всё это дело получше собралось. Без лишних задиров. Ну и в целом работало впоследствии получше. Так, почему эта вилка с 2003 года дожила до наших дней? Хоть она, в общем-то, и эксплуатировалась. Её спасли вот эти гофры. Почему не делают гофры на современных гоночных вилках? Ну, мнения на этот счёт есть разные. Я считаю, что причина всё-таки в том, что в спортивных вилках от гофр отказались в пользу их отсутствия, да, и более качественных пыльников с пружинками, с остальными. Отказались из-за экономии веса, потому что такая гофра, она весит, ну, явно побольше, чем простой пыльник с пружиночкой, с остальной. А когда речь идёт за гоночных вилках, за подбор лакокрасочного покрытия, чтобы сэкономить вес, то, сами понимаете, ставить ещё и резинку – это уже кощунство. Не сильно скажется на весе вилки. Ну, а на бюджетных вилках для простой эксплуатации вот эти как раз… Так, стоп, ещё две детали забыл. Так, ещё раз я пружину вот сюда ставить, говорил. Соответственно, вот на эту штангу нам надо… Третья рука нужна срочно. Шток здесь стальной, я его не покоцаю, поэтому буду так ставить. Вот сюда ещё, поскольку здесь у нас будет пружина сопротивляться сжатию, сюда мы поставим на вторую ногу отбойник, чтобы именно он сопротивлялся сжатию. Ну и будет, да, достаточно хлопотно попасть вот этой резьбой вниз штанины, снизу здесь впрессованы резьбовые втулочки стальные, чтобы вся конструкция держалась и работала. Итак, возвращаясь к отсутствию, собираю полностью вилку на густой смазке, вот, потому что она на густой смазке с завода работала. Работала она, ну, надо сказать, что шевелилась, нет, правильно сказать будет, шевелилась, да, демпфера здесь отсутствует. На густой смазке шевелилась, велосипед будет эксплуатироваться только в летний период времени. И гофры, собственно говоря, защитят ее от механических частиц. Теперь очень важно длинным шестигранником попасть и закрутиться. Ура, повезло. Ну, видимо, там внизу сделано на конус, что легко попадает. Бывают ашанские вилки, честно скажу, перебирать их стоит дороже, чем сама вилка. Ну, это я так образно выражаюсь. Все зависит от того, кто делает и как делает, да. Но ашанские вилки с остальными штанами бывает там не попасть. Здесь удачно прошло, поэтому просто закручиваем длинным шестигранником. Ну, конструкцию вы видели. Соответственно, как разбирать, тоже поймете. Здесь то же самое. Также вкручивают. То есть до установки пружины, до закрутия пробки. Возвращаясь к отсутствию вот таких вот замечательных гофр на вилках велосипедов среднего ценового сегмента. Почему же их не ставят? Это очень сильно увеличивает ресурс в целом вилки, да. То есть я имею в виду ресурс, когда отсутствует сервис. Так вот, вы же покупаете, ну точнее как, нет, не мы же, а маркетологи как делают. Велосипед как бюджетный, который придет человек, который ничего не знает, покупается первый велосипед. Он придет, посмотрит, посмотрит когда-нибудь какие-нибудь журналы, фотографии или еще что-то. Им тоже захочется велосипед. И маркетологи уверены в том, что человек, приходящий в магазин, может быть, конечно, они правы. Да, они уверены в том, что человек, приходящий в магазин, должен увидеть велосипед, похожий на то, что было на фотографиях соревнований, да. А там ноги были какие-то блестящие, там либо черные, но там точно не было никаких резиновых гофр. И, соответственно, ставятся гофры. Может быть, есть какая-то идея у производителя о том, чтобы вилки эти чаще менялись. И поэтому, то есть, тут вообще классно сделано, да, то есть, есть паз на пыльничке, и гофра на этот паз защелкивается. В гофре есть отверстие. Это отверстие нужно для того, чтобы выходил воздух из-под нее. Вот, ну, чтобы дренажировалось все это дело. Вода, если влага, какой-то конденсат попал, чтобы это все оттуда могло вытечь, вылететь. Поэтому и грязь через это отверстие может попадать. Но до тех пор, пока... Ну, как оно чавкает теперь все. Даже слышно, как воздух через эти отверстия сопит. Вот, до тех пор, пока гофра целы, да, не со временем стареют, трескаются вот в этих областях. До тех пор, пока гофра целы, вилка может работать. И, в принципе, если не происходит регулярного катания, или купания, или мытья с керхера, то она может спокойно ходить и работать. Дальше что может убить вилку? Под вот этой крутилкой, я бы не сказал, что сильно герметично, и влага туда попадать может. Поэтому хорошо, если смазка будет защищать детали от коррозии. Большинство смазок именно это и делают. Так, вот здесь у нас пружинка должна стоять. Все, ну, пружинка провалилась в ногу, и лишнего звона она не создала за счет этих пластиковых направляющих. Это, скажем так, посредник, назовем его, да, между самой пружиной стальной и вот этим толкателем прилоуда. То есть, вот эта крутилочка, это прилоуд. Это словный перевод, предварительная нагрузка. Крутим в плюс, вылезает пипирка, и эта пипирка, толкатель, да, прижимает пружину поглубже. Чем глубже прижала, тем, соответственно, предварительное сжатие пружины больше. Вилка ощущается немного жестче. Ну, по сути дела, регулировкой. Пользуешься один раз, либо делаешь ее помягче, когда у тебя забилась грязь. До такого вилку, соответственно, доводить не надо. Что-то огорчило, конечно, то, что здесь головка на 25,4 дюйм. У меня такой нету. Но вручает разводной ключ, который, в общем-то, фигурирует во многих зарубежных сервисных видосах. Как универсальный инструмент пользоваться им можно. Главное, не наносить сильно много повреждений, да, потому что он в любом случае какие-то вмятины, царапины оставит. Ну, чем меньше их, тем лучше. Да, прямота рук решает. Вот на этой пробочке не было никакой резинки. Я сейчас попытаюсь, подобрал колечко, попытаюсь его использовать. Это простое колечко с какого-то набора для фреонаустойчивой резинки, короче, для автомобильных радиаторов, не радиаторов, а этих кондиционеров. То есть она хорошая, ноковская, но, скажем, не вовсюда ее желательно ставить. Но, думаю, для элементарной защиты от пыли и воды она очень даже неплохо подойдет. Главное, чтобы она влезла. То есть здесь на этой пробке не было никакого уплотнения, и грязь, и ржавчина в ноге присутствует. Но это нога пустышка, в ней нет ничего, ни демпфера, ни пружины, просто воздух. Поэтому поставим сюда вот такую вот резиночку. Надеюсь, она сейчас вкрутится, не порвавшись, благодаря смазке. Ну, чуть-чуть ее... Нет, ее не зашкворило, да, она вкрутилась. Повезло. Резиночка подошла. Собственно говоря, вилочка собрана. Процесс разборки обратно-обратный. Если вы вдруг хотите обслужить ошанскую вилку, то вот по такому образу и подобию вы и действуете. Не знаю, зачем вы ее будете обслуживать. Ее дешевле поменять на жесткую и надежнее, и работать будет лучше. Ну, это мало ли, там покраска или вы школьник, только осваиваете обслуживание велосипеда вам интересно. Ну, вот по такому принципу оно все и разбирается. То есть, вся загвоздка будет вот в такой вот фиговине. То есть, в длинном шестиграннике. То есть, это будет либо длинный шестигранник, либо какая-то просто пруток, которому на край приварена битка подходящего размера, да, пятерка, шестерка или четверка. Ну, вот мне удалось купить вот такой вот удлинитель, слава богу. До того, как он у меня появился, я использовал, составлял из нескольких удлинителей такую длинную колбасу. Но пользоваться ей неудобно, потому что, когда ты запихиваешь в ногу, это все дело, оно изгибается. И попасть в шестигранник ключом очень тяжело. Вот, конкретно по этому экземпляру он отходил уже несколько тысяч. Я думаю, он еще отходит. Вот, лишь бы было периодическое обслуживание. По смазкам, по смазкам все время спросите снять видео. Но, может быть, когда-нибудь я это сделаю. Но, конкретно для этой вилки я использовал Циатим 221F, то есть со фторопластом. Для того, чтобы стальные детали, да, они не идеально изготовлены, в них есть какие-то дефекты. Туда этот фторопласт, это стружка, пыль, порошок, вот он, фторированный порошок. Он туда попадает, в эти дефекты. И очень хорошо скользит. Фторопласт это один из самых скользких полимеров. И все смазки, по большому счету, они примерно так работают, да. То есть, если кальциевая чистая смазка, допустим, взять тот же стендек. Или взять, не знаю, PM600. Или взять какой-нибудь, там, не знаю, срам баттер. Она выглядит практически так же, как стендек. Или взять LITOL24, да, они омыливают детали. Если брать какие-то фторированные смазки, да, то есть, там, это должна быть именно паста фторированная, чтобы тефлона было дофига. То есть, я здесь делал из порошка, с маслом смешивал и делал фторированную пасту. Геморройно делать, долгий процесс, смешивается очень фигово. Ну, процесс требует времени. Но, вот эта смазка, масло, вот я использовал вот это масло, это АТФ-ка, смешанная с фтором, отработала очень классно. То есть, это количество я делал для обслуживания одной единственной вилки. Ее эксплуатирует интенсивно, и отработала вот эта мазюка очень классно. Ну, в общем-то, мне понравилось, человек доволен. То есть, эффект страгивания, да, появлялся долго. Ну, это, опять же, субъективный вывод. То есть, я человека спросил, ну, как, нормально? Да, нормально, то есть, все хорошо, вопросов никаких нет. Но, если сравнивать с переборками до этого, ну, сложно, потому что процесс износа вилки, он все равно идет, и, как бы, все это субъективно. Ну, в общем-то, работает. Фторопласт можно использовать. Все. Всем крепкого железа.